Колодцы, насосы, ведра и бутылки. В Беломечетской это незаменимые атрибуты любого станичника. Без них единственный источник воды в населенном пункте, протекающий недалеко река Кубань. Две с половиной тысячи жителей, и я была в шоке, когда я видела, когда люди заглядывали в колодцы, техническую воздух они приводили. Это действительно такая шоковая ситуация. Мы в 21 веке, а воды реально нет. Возведение водопровода тут можно смело называть стройкой века. Иногда так говорят и сами станичники. За без малого 20 лет в Беломечетской научились добывать воду. Для готовки привозная, чистая, а для хозяйственных нужд вырыли колодцы. Открываем бассейн. Но прежде чем набрать воды, надо нам с Кубани нанять машину, водовозку и привезти сюда. Мне 29 лет водопровода в станице Беломечетской, не помню. Мы всегда жили с водопроводом, из бассейна, насосной станции и вся тому подобная инфраструктура. Ну, конечно, вода, которая привозится, она, в принципе, не соответствует ГОСТам. Это самая главная у нее проблема. Если у нас на сегодняшний день бочка 400 рублей стоит, это 4 куба. То есть один куб воды стоит, грубо говоря, 100 рублей. 40% работ на этом нужном и очень важном объекте уже выполнено. Готова насосная станция. К сентябрю заработают очистные сооружения. А к декабрю по улицам станицы Беломечетской уже будут проложены новые трубы. Ход строительства федеральный депутат Ольга Тимофеева проверила лично. Затем встретилась со станичниками. Рассказала, когда по новеньким трубам, которые уже прокладываются вдоль улиц Беломечетской, потечет вода. Моя задача – это тотальный контроль каждой бюджетной копейки. Мы подводим воду к селу, а разведения по улицам не было. И сегодня край дал дополнительные деньги к большому федеральному траншу. И мы до конца года еще подведем и на улице воду. Общая стоимость работ – 110 миллионов рублей. Из них 80 – из федерального бюджета, а 30 – из региональной казны. Беломечетская – не единственный населенный пункт в районе без водопровода. 8 лет назад 26 населенных пунктов было без воды вообще. То, о чем вы сейчас спрашиваете, как привозили. Бассейн привозили, наливали, очищали, отстаивали и использовали в хозяйственных и питьевых нуждах. Сегодня в 9 только населенных пунктах нет водоснабжения. Вот как одно из решений, это будет в 8 теперь останется. В Беломечетской этой зимы и ввода водопровода в строй ждут, пока еще не до конца осознавая, что скоро можно будет забыть о набранных прозапас в ведрах и не беспокоиться, о полон ли колодец. Ну как без воды? Представьте, мы столько лет без воды. Мне даже вот сейчас не верится, что у нас может это быть. Ну не верится, мне кажется, это еще не для нас. Полина Горина, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.